Сколько будет длиться эта война? Это и следующие недели, по их мнению, будут решающими, пишет Washington Post. Это означает, что Россия уже задействовала 75% своих боеспособных сил. Говорят изданию официальные лица США, тяжелые потери в живой силе и технике со стороны России и невозможность наладить подкрепления, поставки топлива и продовольствия могут сыграть решающую роль, ведь до сих пор за месяц войны Россия не смогла достичь ни одной из поставленных целей. Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес и Джулиан Линдли Френч, глава аналитического центра Альфен Групп в Нидерландах, называют текущее положение дел кульминацией, мол, российские силы в Украине добились максимума из возможного. Российская захватническая война в Украине сейчас вступает в критическую фазу, гонка за достижение высочайшей точки наступательного потенциала России и обороноспособности Украины. А вот в интервью украинскому изданию Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сделал прогноз об исходе войны. Украинцы завершат войну победой. Но не удастся сделать это быстро. У россиян еще достаточно много сил, они не собираются просто развернуться и уйти в освояси. Однако логистическая поддержка от Запада постепенно станет определяющим фактором для того, чтобы вооруженные силы Украины в конечном итоге одержали победу. Австрийский военный аналитик Томас Купер, который внимательно следит за военными действиями в Украине с самого начала вторжения России, озвучил свой прогноз. Несмотря на мое мнение, что Россия не может выиграть эту войну, я также настаиваю на том, что она далека от поражения. Неспособность выиграть войну не то же, что поражение. Это только означает, Россия больше не может побеждать Украину в обычной, конвенциональной войне. Планы Зеленского, Байдена, Путина и дальнейшего развития войны в Украине анализирует в своей колонке для The New York Times Томас Фридман, трехкратный обладатель полицеревской премии. После провала путинского плана А, то есть блицкрига по захвату Украины за три дня, российский диктатор, пишет Фридман, перешел к условному сирийскому сценарию. А именно, уничтожение мирных городов и гражданских, чтобы спровоцировать миграционный кризис в странах Центральной Европы. Путин, я подозреваю, думает, что если он не может оккупировать и удержать всю Украину военным путем и просто навязать свои условия мира, то следующим лучшим выходом будет выгнать 5-10 миллионов украинских беженцев, особенно женщин, детей и стариков, в Польшу, Венгрию и Западную Европу. С целью создать такое тяжелое социальное и экономическое бремя, что эти государства НАТО в конечном итоге окажут давление на Зеленского, чтобы тот согласился на любые условия, которые Путин требует для прекращения войны. Однако успешнее, чем ожидалось, отмечает Фридман, оказались тактики Зеленского и Байдена противостоять России в военном плане вместе с беспрецедентными санкциями. Фридман опасается, что Путин может пойти дальше и атаковать страны НАТО, например, Польшу, как канал поставок оружия для Украины. А если и это не сработает, диктатор может прибегнуть к химическому или ядерному оружию, резюмирует автор The New York Times. В этом же американском издании вышла колонка профессора по истории России Джейна Бербанка. Он задался вопросом, а что в голове у Путина и почему он решился на экспансию? Доктор Бербанк утверждает, что вторжение – это не только следствие психического состояния Путина. Это и империалистическое эго россиян, которое укреплялось десятилетиями. Идея евразийства и восстановления империи, но уже без коммунизма. А проявление этой имперскости, пишет профессор, в противопоставлении России всему Атлантическому миру во главе с Соединенными Штатами. Помехой экспансии империи сейчас, как и столетия назад, стоит Украина. Этим и объясняется путинское желание ее уничтожить.